привет это вторая серия про мое продвижение на западный музыкальный рынок в которой мы узнаем как и где находить артистов и как выходить с ними на контакт а в конце посмотрим на мои результаты на данный момент так что досматривайте до конца и ставьте лайк если хотите чтобы это шоу продолжала прямо сейчас даби прот расскажет нам как правильно оформить свой профиль сами знаете все привет дорогие подписчики сегодня затронем тему инстаграма расскажем поподробнее потому что мы много и упоминали в прошлом видео начнем с оформления вашего инстаграма расскажу вам как должен выглядеть из элян продюсера чтобы вам отвечали рэперы и чтобы вам было приятно вести бизнес этого instagram начнем с самого базового во первых когда вы только создаете инстаграм вам нужно придумать свой никто отнеситесь к этому серьезно потому что есть многие примеры неудачных никнеймов если вы назовете себя слишком смешно вас буду воспринимать во первых странно словно у вас там никнейм березка бит и вам нужно срочно что-то с этим делать потому что я знаю примеры когда люди сделали плохой ник на это делали что-то делали у них не получалось и после того как они изменили свой никнейм. У них все пошло, поехало. Билборды, плейсменты, продажи. В общем, восприятие этого человека пошло в гору. После того, как вы сделали себе никнейм, переходите в свой профиль, смотрите, как он выглядит. Аватарка. Что нужно загрузить? Конечно, свое лицо, чтобы отбросить мысли рэпера о том, что вы бот, потому что в Инстаграме очень много ботов и много спама, поэтому сразу, пожалуйста, поставьте себе хорошую, достойную, качественную фотографию со своим лицом, светлую, желательно, чтобы она привлекала глаз и вызывала рэпера нажать на ваш профиль. Перейдем к шапке профиля. По моему мнению, вы должны представить себя в ней хорошо, презентабельно, достойно, чтобы вам поверили, чтобы вы не вызывали никаких негативных эмоций или каких-то эмоций, типа, бро, что такое, ты кто? Вы должны себя четко позиционировать. Продюсер музыкальный, это играет большую роль, чтобы люди вас сразу воспринимали, как вы хотите, чтобы вам не писали с тупыми вопросами, привет, могу ли отправить лупы, при том, что вы сами лупмейкеры, вам не нужны лупы. Возможно, написать какие-то свои работы, но, по моему мнению, сейчас писать кредицы в био, это уже такое сомнительное действие, потому что кредицы, вы пишете о них в своих постах, в своих актуальных сториз, в сториз, и где только вы о них не говорите, поэтому в био можно об этом не писать, чтобы люди посмотрели ваши публикации, обратили внимание на ваши публикации, а если бы вы просто написали в био, ну, сразу бы было все понятно. Хотя, это и плюс, если сразу все понятно, да. А публикации, к ним тоже нужно относиться очень серьезно, чтобы все фоточки были четенькие, потому что в инстаграме плохих фоток мало кто выставляет, и подумайте над этим, нужно ли выставлять плохие фотки. Они играют вам, наоборот, с вами злую шутку. Ваше восприятие другим человеком будет немного падать. Публикуйте, с кем вы работаете, ваши биты, ваши лупкиты, просто делайте какой-то контент. Хочу вернуться немного к вашему био, а именно к жирной строчке, которая идет самой первой. Вы должны себя четко назвать, кто вы, не в плане продюсера, а в плане того, что как вы хотели бы, чтобы вас называли, или можете написать ваше имя, отчество, как сейчас многие делают, западные продюсеры, или же ваш никнейм. У западных продюсеров нет отчества. На основе этих советов я переделал свой профиль. Аватар пока оставил как есть, он пока сойдет, позже его заменю. А в жирной строчке написал свой новый тег, который звучит вот так. Первым делом, пацаны, мы послушали тег Стаса, и решили его поменять. Ссылка на него будет в описании. Все-таки тег на английском актуальнее для продвижения на западный музыкальный рынок. Ну и рекомендую хорошо подумать, прежде чем менять текст в жирной строчке, потому что менять ее можно всего лишь раз в две недели. А в био я указал, что я музыкальный продюсер и написал свои самые жирные достижения. Пока что это только тот канал, на котором вы прямо сейчас и находитесь. А сейчас Илья сделает разбор пяти профилей, ссылки на которые вы прислали мне в Telegram еще в начале ноября. На примерах все усваивается намного лучше. Первый у нас будет Blasty Beats. Хороший никнейм. Есть Beats, сразу дает понять о себе, кто он такой. Аватарка, я так понимаю, последнего альбома, который он спродил. Это здесь играет очень хорошую роль, потому что этот альбом именитого артиста Money Man. Если бы я увидел Аватарку у себя в запросах, я бы понимал, что этот человек относится как-то к этому альбому и то, что он там работал. В жирной строчке он написал просто, как он хочет, чтобы все его называли. Бластик. Есть пометочка музыкальный продюсер, то, что он Billboard, charting продюсер тоже. Это очень круто. И эти достижения нужно писать. У него есть менеджмент. У Казалова все четко. Тоже в кредице сразу понятно, с кем он работал. Важная шишка, неважная. То LinkedIn 3 со всеми ссылками тоже удобно, четко структурировано. Приятно выглядит. Сразу видно, что человек относится к своему инстаграму, к своему вообще делу очень ответственно. Дальше есть актуальный. Все закреплено, о чем он хочет нам рассказать. Какие-то анрелизы, Billboard и его достижения. Минус нет в своих фотографиях. Типа ни одной личной фотографии. Мой комментарий. То, что нужно добавить своих фотографий побольше, чтобы люди просто начали тебя узнавать и запоминать. Потому что это влияет на построение твоего личного бренда. Дальше на очереди Prod Landis. Хороший никнейм. В жирной строчке написано «Темчик Лэнди». На русском языке. Если вы хотите двигаться на запад, это, конечно, не очень. В био написаны просто прайсы битов. То, что он битмейкер. Ну, это сразу минус реп. Писать цены своих типов био. Это вообще, это сразу отталкивает. Сразу непрезентабельно. Сразу вообще минус реп. Лют. Хорошо, есть свои фотографии в профиле. Но они все какие-то странные. Ваши лица только половина на всех фотографиях. Почему? Не знаю. Это называется некачественные фотографии. Поэтому я рекомендую сделать хорошие фотографии. Окей. В FL работает. Все прекрасно. Но этот профиль вообще непрезентабельный. То есть я бы его полностью поменял. Аватарку бы сделал свое лицо. Светлое, красивое. Био полностью бы поменял. Даже если у вас нет плейсментов, просто позиционируйте себя. Продюсер музыкальный. Связь, там, почту для лупов. Еще как-то. Ссылки на биты. Можешь оставить ссылку на свой битстарс. И там уже люди зайдут и увидят твои прайсы, если ты хочешь о них говорить. Но писать прайсы в био — это полный зашквар. Так, следующая очередь у нас продюсера Daniel High. Сразу плюсы. Никнейм неплохой. Конечно, непонятно, кто ты. Сразу с никнеймом. Тогда должен хорошо раскрыть себя в шапке. Смотрим дальше. Аватарка хорошая. Есть именно своя фотография. Но очень грустно, что не крупным планом. Как он себя называет, Daniel High в жирной строчке? Кайф. Музыкальный продюсер. Billboard charting продюсер. Указал свои кредиты, с кем работает, и ссылку на битстарс. Дальше закрепил в актуальных свои какие-то достижения в чартах, билбордах. Оставил он свой Genius. Отдельное Prod by Me. Окей. Кайф. В профиле есть свои фотографии. Это большой плюс. Также релизы, в которых он принимал участие. Но хотелось бы побольше личных фотографий. Следующий на очереди. Brilliant. Love. 0. Ликнейм сложный. Сразу большой минус. Реп. Био полностью пустая. Окей. Жирная строчка типа Brilliant. Видимо, ты хочешь, чтобы тебя так называли. Посты. Просто три поста с FL. Это не вызывает никакого вообще... Вообще ничего не вызывает. Срочно нужно что-то делать. Аватарки вообще нет. Такой профиль сразу вообще отсекается. Надо над ним жестко поработать и как-то себя позиционировать. Beats by Purple. Хороший никнейм. Наконец-то перешли к такому профилю, где на аватарке у вас просто стоит ваш никнейм. Это очень плохо. Это скучно, неинтересно, никому это не надо. Просто советую поменять на ваше лицо. Актуальный ваш телеграмм. В био пусто. Вообще абсолютно это... Я только по никнейму понимаю, что ты продюсер, да. Но в био ты должен написать все равно, что как-то... Как-то себя обозначить. Хотя бы контакты там, не знаю, чтобы те лупов закинули, еще что-то, чтобы оно не пустовало, потому что пустое био тоже выглядит не очень хорошо. Окей, есть релизы, обложки альбомов. Своих фоток бы добавить было бы вообще супер. Не бойтесь себя вообще показывать в соцсетях, потому что вы строите свой личный бренд. Если вы не хотите, то вы далеко не уедете, типа... И на основе того, что Даби сказал сейчас в видосе, и на основе того, что я вытянул из него за кадром, я очень сильно облегчил свой профиль. В архив улетели все публикации, кроме пары селфачей и нескольких видосов с медиклавиатурой. Все из актуального тоже отправилось в архив. Осталось только ProdByMe, в которой буквально две истории. Ну и появился новый пост с моим недавним и пока единственным вышедшим на площадках плейса, о которой я говорил в конце прошлого видео. А чтобы этих плейсов стало больше, нужно искать артистов. А как это сделать, прямо сейчас расскажет ProdByGeoff. Салют, чуваки! Сегодня я вам расскажу вообще как и где находить артистов. Первый вопрос, который может возникнуть у любого неопытного чувака, вообще зачем их находить? Они же должны сами тебя находить. Чуваки, если вы хотите продавать биты, вам обязательно нужно будет искать артистов самому, потому что когда вы никому неизвестный продюсер, просто так с неба артист не захочет работать с вами. Вы должны сами предложить ему свои услуги. Первый способ, с помощью которого вы можете найти артиста, это просто-напросто зайти на Genius, найти страничку любого продюсера, который более-менее близок к вам по стилю, перейти в его кредицы, отсортировать по новейшему и найти любого артиста, которому вы бы хотели написать. Допустим, Fendodiller. Переходите на его профиль Genius, смотрите снизу, должен быть Instagram. Обычно артисты указывают Instagram в описании профиля, но у этого артиста нету, поэтому мы переходим в Instagram, сами вручную, вбиваем его ник. Переходите на профиль Fendodiller, подписывайтесь на него, это обязательно. Создаете какую-то видимую активность, ставите ему лайки и, собственно говоря, пишите ему в личное сообщение. А что именно писать, дальше вам расскажет Hombra. Второй способ, о котором я вам сейчас расскажу, это непосредственно поиск в самом Instagram. Вы подписываетесь на всех подряд артистов, продюсеров, окружите себя людьми, которые находятся в индустрии и плодотворно в ней работают. Ваша задача увидеть в других продюсерах какой-то инструмент для своего собственного развития. То есть вы смотрите, с кем они работают, пытаетесь с ними поработать. Следите за обновлениями артистов, смотрите, с кем они фитуют, пытаетесь поработать с теми, с кем они фитуют. Смотрите их Instagram stories, отвечайте им реакциями. Ну и все в этом духе. То есть вы должны проявлять максимальную активность, следить за всем. Следующее, что хотелось бы сказать по поводу вообще всей этой работы в Instagram, в Genius. Лично я стараюсь находить около 50 артистов в день. То есть вдумайтесь, 50 человек отписать. Это, ну, достаточно тяжело на первых порах. Но верьте в себя, потому что любой труд окупается, любая работа, она ценится. И рано или поздно у вас все будет хорошо. Будьте дисциплинированы в том плане, что то, что вы отправляетесь сегодня, завтра вам может дать плоды какие-то. То есть артисты, в основном, когда получают биты, это не значит, что ты на следующий день получишь какой-то уже сниппет или еще что-то. Какой-то трек или какая-то гармония у вас с артистом появляется только через неделю, через месяц, через год. Бывает такое, что даже через несколько лет. Поэтому верьте в себя, работайте много и у вас все получится. Мне показалось, что искать артистов это самое рутинное, но при этом самое необходимое занятие. И обоими способами, которые привел Булат в видосе, я пользовался. В основном вторым, конечно, я находил профиль артиста или продюсера и вытаскивал из него все, что можно. Шел по вот этой цепочке отметок, публикаций, сторик и так далее. Если почта была указана в био или в профиле у артиста, я его просто пролайкивал, подписывался и не писал ему, но копировал имейл. А если почты там не было, то я пролайкивал, подписывал и писал уже в DM. Ну и, конечно, перед этим я убеждался, что стиль артиста совпадает с тем стилем, который пишу я. Ну а сейчас Hombro расскажет вам, что именно нужно писать артистам. Салам алейкум, пацаны. У вас есть инстаграм, у вас есть биты, вы научились искать артистов и теперь пришла пора им писать. Самое главное правило в общении с артистами это общаться как со своим другом. Не нужно писать огромный большой текст, нужно просто выразить респект за его последней работой, сказать, да, брат, у тебя последний трек, мы качаемся, он очень круто звучит. И сразу дать понять, что вы продюсер и попросить его почту. Чтобы проще общаться с артистами, у вас должно быть в голове уже представление шаблонное, как писать артисту. То есть не одинаково копипастить, а примерно какой-то шаблон у вас должен быть. Например, вот мое обычное шаблонное сообщение любому артисту. Let's work, brody, send your number for beats. И он мне скидывает свой номер и говорит, что хочет поработать. Или вот еще пример, конечно, чуть побольше текста, но тоже очень работающий вариант. What's good, brother? You got really crazy sound. Can I send beats for you? Drop your email? Thank you for your time. Здороваемся, сразу показываем, что мы уважаем его музыку. И сразу спрашиваем, у меня есть биты, могу ли я тебе их отправить. И все, артист сразу же отвечает, скидывает нам почту. Бывают такие случаи, что артисты скидывают вам голосовые сообщения. Если вы новичок, вам будет очень сложно разобрать, что они говорят, потому что очень часто это непонятно максимально. Там они могут мямлить, могут максимально какие-то непонятные сленговые слова говорить. Вы должны привыкнуть к такому, потому что артисты на Западе, они очень часто употребляют и ведут не самый хороший образ жизни, и речь у них соответствующая. Вот пример вполне хорошего, понятного голосового сообщения. То есть мы сразу понимаем, что он спрашивает, сколько стоят два бита, и что он хочет их купить. Все, это понятно. Еще пацаны, дам вам одну фишку, с помощью которой вам артисты с большей вероятностью ответят и будут с вами работать. Это обращаться по имени. Почему это так работает? Потому что когда к вам обращаются по имени, вы сразу включаетесь в разговор. Игнорировать это очень сложно, когда к вам любой человек вообще обращается по имени. Подвожу итоги. Первое, это писать кратко, писать понятно, не писать большой текст. Можно чуть-чуть эмодзи добавить, можно не добавлять. Также пролайкать артиста. Можете также пролайкнуть его сообщение. Обязательно выразите респект его последним работам. Скажите, это очень качает у нас в России, мы с пацанами слушаем. И давай поработаем. Дайте знать, что вы продюсер, и у вас есть биты, и вы хотите их закинуть. Отсюда мне больше всего понравилась идея создать шаблон типичного сообщения рэперу. Этот шаблон можно сохранить где-то в заметках, он должен быть довольно простым, но каждый раз, когда вы отправляете сообщение, нужно в нем что-то менять, чтобы подряд не было два одинаковых. Буквально достаточно где-то ставить один эмодзи огонечек, где-то два эмодзи огонечка. Используют разные приветствия, типа Йоус, одной ООО, Йоус, двумя ОООО. Может быть, ВТВ или Ватсап. И вообще, артисты часто используют сленг, и когда я сам первый раз с ним столкнулся, я вообще ничего не понял. И поэтому Ренат сейчас расскажет вам про самые популярные варианты сленга, которые чаще всего встречаются в сообщениях о трэпинге. Вот вам, пацаны, пример сленга. На первый взгляд, ничего не понятно, и просто какие-то звуки. Вы подумаете то, что он просто ошибся, просто случайно как-то на клавиатуру нажал. Но на самом деле, Йоу-Хью, это типа, да, почему? Вот еще, например, переписка с крупным артистом. Тут есть некоторый сленг. РН, что означает Right Now. ЛМК, Let Me Know. Типа, дай мне знать. Вот еще пример. ВТВ, это означает What The World. То есть, это приветствие, как Ватсап. Очень часто у вас в переписках может встречаться слово Bad. Bad означает, типа, окей, все будет по кайфу, договорились. Вот еще сленг, Хэмэ У, что означает Hit Me Up. И Эээсап, что означает As Soon As Possible. Дай мне знать, как можно скорее. Еще вот пример. Причь, броди. Причь, это сокращение Appreciate, то есть ценю. Вот еще пример сленга. Я пишу, у вас good, броди, you need beats. Артист отвечает Yeah. I was gonna cop TMR. I was gonna cop. Я собираюсь купить. ТМР, это сокращение Tomorrow, завтра. Дальше тут есть сокращение R, D, Bad. R, D, это сокращение от Alright, окей. Вот еще пример сленга. Я пишу, you are hard, броди, ты жесткий. Артист отвечает, глукс, мабо. Глокс означает Good Luck, но в контексте, типа, давай поработаем. Мабо, типа, мой мальчик. Я, конечно, не его мальчик. Еще, пока. НГЛ, ама, фэ, вэ, y, он на бит. НГЛ означает Not Gonna Lie, не буду врать. Фэ, вэ, y, это Fuck With You. Если вы переведете, то вам перевод не очень понравится. Это означает, что я хочу с тобой работать. Your shit heart. Если вы тоже вбьете это в переводчик, вам перевод особо тоже не понравится. Но это буквально переводится как биты, очень жесткие. Сейчас я вам привел примеры сленга, очень самые распространенные. А весь сленг вы можете почитать и выучить по ссылке в описании. Там очень большой список и редко встречающихся, и часто встречающихся примеров сленга. Поэтому переходите по ссылке в описании. И теперь можно поговорить о моих результатах. Я применяю все, о чем говорили в этом видео. Я ищу артистов, я пишу артистам, я собираю свой имейл-лист для рассылок, рассылаю по ним биты. Полностью этому будет посвящена следующая серия, так что ставьте лайки и пишите в комментариях, если ждете. А из результатов у меня есть пока только один сниппет, точнее полная демка без сведения. Которая звучит по-моему довольно неплохо. И это со скромного имейл-листа в 50 почт. Но супер быстрых результатов я конечно же не жду, но сниппет это уже что-то. Так что продолжаем работать, а вы продолжайте лайкать и комментировать эти видео, потому что с вашей поддержкой двигаться на запад мне будет гораздо легче. Но парни будут еще охотнее делиться своими секретиками, которые вы сможете применить в своей работе. Так что спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.